Сказку о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гведоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лепеди. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Кабы я была царица, говорит одна девица, то на весь крещённый мир выготовила у тебя пир. Кабы я была царица, говорит её сестрица, то на весь бы мир одна, но скала я была одна. Кабы я была царица, третью молвила сестрица, я для батюшки царя родила богатыря. Кто-то кого-то увидел спело, дверь тихонько заскрипела. И в светлицу входит царь, странный твой государь. Во всё время разговора он стоял под этот забор, речь последней посему, полюбилась я ему. Здравствуй, красная девица, говорит он, будь царица и роди, богатыря в некую сону в сентябре. Вы же голубушки-сестрицы, выбирайте сестры дельцы, поезжайте вслед за мной, вслед за мной и за сестрой. Будь одна из вас, скачиха, а другая, фаворика, к сенью вышел царь-отец, все пустились во дворец. Царь недолго собирался, тот же вечер обвенчался. Царь-солдат за фельдчеством сел в царицу молодой, а потом честные гости на кроватолом кости положили молодых. И оставили одни, ух, не злится фаворика, плачет пустотка скачиха. И завидуют они государевой жене, а царицу молодая дело, да, не отлагая, с первой ночи и понесла. В те пары война была, царь-солдат женой простяйся, но на браке-осадяте ей наказывал поберечь его, любя. Между тем, как он далеко, бьется долго и жестоко, наступает срок родин. Сынову им дал машину, и царица над ребенком, как орлица над ароменком, шлет письмо она гонца, чтоб обрадовать отца. А ткачиха с поварихой звать ей бабой-поварихой извести ее хотят, перенять гонца-билят. Сами шлет гонца другого. Вот с чем, от слова до слова. Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а не к этому зверушку, зверушку. Как услышал царь-отец, что донес ему гонец, в гневе начал лучше кесить, и гонца хотел повесить. Но, смягчившись на сей раз, дал гонцу такую приказу. Ждать целевого возвращения для законного решения. А ей-то с грамотой гонец, и приехал, наконец, от ткачиха с поварикой, звать ей бабой-поваринкой, обобрать его вилет. Допья на конца паят, и в сумму его пустую суют грамоту другую. Царь велит своим боярам временем тратя дар, и царицу и преплод тайно бросить в бездну. Вот, просчитали вслух указ, и царицу в тот же час в обучку с сыном посадили, засмолили, покатили и впустили в океан. Так, видела, где заяц-салтан. В синем небе звезды блещут, в синем море волны клещут. Туча в пол не пройдет, и в море волны клещут. Словно горькая царица плачет, бьется в ней царица, и растет ребенок там не по дням, а по часам. День прошел, царица в обе, а ведь вся волну торопит. Ты волна, моя волна, ты были бы вольна. Плещешь ты куда захочешь, ты мазьки камни точишь. Топишь берег и земли, племаешь корабли. Не купи ты нашу душу, выплесни ты нас на сушу. И послушалась волна, тут же напереканал, бочку вынесла легонько и отхлынула тихонько. Сын на ножки поднялся, в дно голубка умерся. Он натужился немножко, как бы здесь на фарапошку нам проделать полный он. Вышел вновь и вышел вон. Мать и сын теперь на воле, видят холм в широком поле, море синее кругом. Тут зеленый над холмом, сын погодил. Добрый ужин был бы нам, однако, нужен. В поле-тону дуба сук и в дубу изгибает лук. Сокристос норок шелковый, растянул на лун дубовый. Тону тут росточку сломил, стрелкой-лёбкой навострил и пошел на край долины уискать дичину. К морю лишь подходит он, вот и слышит, будто столь. Видно на море нетихо, смотрит, видит дело лихо. Бьется лебедь средь зебей, горшок носится над ней. Та бедняшка так и плещет, муту в круг мутит и хлещет. Тут уж локти распустил, клёк кровавый навострил, Но как раз стрела запела, шею горшуна задела. Горшун в море кровь хранит. Лук царевич опустил, смотрит. Горшун в море тонет и не птичьим криком стоит. Лебедь около плывет, злого горшуна клюет. Гибель близкую торопит, бьет крылом и в море тропит. И царевичу потом молвит русским языком. Ты, царевич мой спаситель, мой могучий избавитель. Не туши, что за меня есть, не будешь ты три дня. Что стрела пропала в море, это горе, всё не горе. Отплачу тебе добро, сослужу тебе потом. Ты не лебедь, ведь избавил, девицу живых оставил. Ты не горшуна убил, чародея пострелю. Век тебя не забыл, ты найдёшь меня, пашчур. А теперь ты воротись, снеголюки и спарь сложись. Улетела лебедь птица, а царевич и царица целый день проверьши так, Лечь решились натощак. Вот, открыл царевич очи, отрисает грёзы ночи, И, девясь перед собой, видит город, он большой. Стены с частыми дубцами, и за белыми стенами Плещут в маковке церквей, и святых монастырей. Он скорее царицу кудрит, так как агнет. То ли будет, говорит он, вижу я, лебедь, тешится моя. Мать и сын идут к ограду, лишь ступили за ограду, А глушительный трезвон выделся со всех сторон. Все их громко величают, и царевича венчают княжей шапкой, И главой возглашают над собой. И среди своей столицы с разрешения царицы Тот же лень стал княжик он, и нарёкся князь Гридон. Тот же лень стал князь Гридон. Тот же лень стал князь Гридон. Корабельщики делятся, на кораблике толпятся, На знакомом острову чудо видят на льву. Остров новый, звук от лапы, пристань скрепку из основы, Пушки с пристани поля, корабль пристать велят. Пристают, заставь и гости, князь Гридон зовёт их в гости, Их он кормит и поит, и ответ держать велит. Чем вы гости в торг ведёте, и куда теперь плывёте? Корабельщики в ответ. Мы объехали весь свет, Торговали соболями, чертогурами, лесами, А теперь нам вышел срок. Едем прямо на восток, Мимо острова Пьяна, Царства славного Салтана, Князь и пуганил тогда. Добрый путь вам, господа, По морю баги, Я тут зажду славному Салтану, От меня ему поклон. Гости в путь, а князь Гридон С берега душой печальный Провожает в бег и дальний. А поверх текущих пор Лебедь белая вылёт. Здравствуй, князь, тобой прекрасный, Что ты тихо, где ненаски, Обечалился чему, Говорит она ему. Князь печально отвечает, Грусть тоска меня съедает, Подолела молодца, Видеть я б хотел отца. Вот в чём горе, Ну послушай, хочешь в море Полететь за кораблёк, Будь же князь ты комаром. И крылами замокала, Воду с шумом расплескала И опрызгала его С головы домок всего. Тут он в точку умещился, Комаром обратился, Полетел и запищал, Судно на море догнал, Потихоньку опустился, На корабльный шель забился. Ветер весело шумит, Судно весело бежит, Мимо острова Буяна, К царству славного Салтана. Желанная страна, Вот уж и издали видна, Предстают заставить гости, Царь Салтан, Зарыт их гости, И за ними на дворец Полетел наш путалец. Видит весь яйц, В злате царь Салтан Сидит в палате, На престоле и лице С грустной думой на лице. А ткачиха с поварихой, Свати бабы бабы бабы, И около царя сидят И в глаза ему глядят. Ой, вы гости, господа, Дугом ездили куда? Ладно, за морем, Куда и какое светит чудо? Корабельщики в ответ, Мы объехали весь свет, За морем житье не куда. Светит вот какое чудо, Море остров был крутой, Рост на нем дубок единый, А теперь стоит на нем Город славный с адвокцом, С тюрьмами и садами, Златоглавыми церквами. А сидит в нем князь Гведон, Он прислал тебе поклон. Салтан, девица чудо говорит, Коль жив я буду, Чудо и остров завещу, Гведона погащу. А ты дощи, Каварин и свати бабы бабы, Варига не хотят, Глубости, Чудо-стов завестись. Ужниковинка, ну, право, Подвигнув другим лукава, Бабариха говорит, Город у моей стоит, Знаете, вот что не безделка, Ель, бессон, Бабарин, ель, Белка, белка песенки поет, Да орешки все грезет. Орешки непростые, Все скорлупки золотые ядра, Чистые изумрудки, Вот что чудо-то зовут. Чудо-царь салтан деревьев. А комар злится, злится, И спился комар, Как раз в спинке, Прямо правый глаз. Суги, свати, И сестра, Серьез ломит комара, Распроклятый, Немошка, выделят, А он в окошко, Да спокойно все идет, Через море полетет. Снова князь в море ходит, Сыня море глаз не сводит, Глянь, по верху текучих вод, Лерить белое плывет. Здравствуй, князь мой прекрасный, Что ж ты, тих, как день ненастный, Опечалился чему, говорит она. Князь в бедонке отвечает, Грусть в тосками не загидает, Чудо-чудное завести мне бы хотелось, Белка песенки поет, За орешки все крысят, Ягра чистые сумру, Но, быть может, люди врут. Лебедь князю отвечает, Свет за белки правду пает, Повно, князь, душа моя, Рада службу оказать тебе вдруг, За бодренную душу, И князь пошел к себе домой, Лишь вступил на двор широкий, Что ж, под елку высокой видит, Белочка при всех, Золотой грызет олег, Изумрудец вынимает, А с горлупки собирает, Керапные кладет, За спецвисточкой поет, При честном ли всем народе, Во саду ли в огороде? Золотой грызет, Субтитры создавал DimaTorzok, 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 Словь разольется в шумном беге и отчутится на бреге, чешуе, как жар горя. Тридцать три богатыря, все красавцы молодые, великаны худолые, все равны, как на подбор, с ними дядька Черногор. Это диво, так уж диво, можно молвить справедливо. Диво, царь, солдат, девица, огненно, он-то злится, злится. Зажужжал он и как раз тетки сел на левый глаз. Все плеча лови, лови, зови, его лови, вот уже в пасса немножко обходи. А князь в окошко, царь спокойно взводит, через море полетел. Князь, пусть синее море ходит, синее море глаз не сводит. Глядь, в обед текучих вод племь белая плывет. Здравствуй, князь, ты мой прекрасный, что ты тих как день ненастый, а печалился, чему, говорит она ему. Где-то, что сдуется бурливо, а пьян воды ведьмой, и отчудится на бреге, в чешуке, как жар горя. Три-ти-ти-ти, богатериал. Не души, душа моя, это чудо знаю я. Князь пошел за высшее море, сел на башню и на море стал предлететься. Идут в виде за щитами, и, блестая седина, не дядька впереди идет, и как радость их ведет. Лебедь нас к тебе послала и наказом наказала. Славный город твой хранить и дозором обходить. Так, увидимся мы вскоре, а теперь пора нам в море. Тяжек воздух нам земли, все потом, да лучше. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. Добрый путь вам, господа, по морю, бари, янку, к старту славному солдану. Но скажи лишь, князь-князь, бедон, шлетит свой царю подгон. К морю князь, а лебедь там уж гуляет по волнам. Вот опять она его вмиг обрызгала всего. Шмейный князь обратился на корму и в щель забился. Ветер весело шумит, судно весело бежит. А ткачиха с пабарихой, свадьи бабы пабарихой, Около царя сидят, четырьмя в седы глядят. Ой, гости, господа, а какое нынче чудо? Море встуется бурливо, океан бодрыми твой И отчудится на бреге, в чешуге, как жар горят. Тридцать три богатыря! А сидит там князь бедон, он прислал тебе вагон. Чудный остров на ищу, у бедона отпогащу. Кто нас этим удивит? Люди из моря выходят и себе назором бродят. В свете есть такие дива. Вот идет молва про зима. За морем царевна есть, что не можно глаз отвесить. Днем свет божий затмевает, ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величава выступает, будто баба. А как речь-то говорит, словно реченька журчит. Можно молвить справедливо, это диво, так уж диво. Гости умные молчат, спорить с бабой не хотят. А царевич хоть и злится, но жалеет он о чей, старой бабушке своей. Он над ней шуршит, кружится, прямо на нос к ней садится. Но сужалил богатырь, на носу вскочил обалдырь. И опять пошла тревога, помогите ради Бога. А шмей в окошко на свободе вслудил, через море полетел. Князь в синее море ходит, с синим морем глаз не сходит. Здравствуй, князь, ты мой прекрасный. Что ж ты, дикорди не нашла? А печально свечи, говорит она ему. Люди женятся, гляжут, в жена-то лишь я хожу. А кого же на примете ты имеешь? Да на свете, говорят, старето есть, что не можно глаз отреть. Но жена не рукавичка, сделай ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь. Пораздумай ты кучок, не раскаяться потом. Князь пред нею стал божиться, что пора ему жениться. Что готов душою страстный за царевну прекрасный, Он пешком идти от сей, хоть за три девять земель. Лень ведь тут вдохнула, бог как могла, зачем далеко? Знай, близка судьба твоя, ведь царевна это я. Тут она взмахнув крылами, встрепенулась, отрехнулась, и царевной обернулась. Князь царевну обнимает, к белой груди прижимает, И ведет ее скорее к милой матушке своей. Матушка родная, выбрал я жену себе, дочь послушную тебе. Просим оба разрешения твоего благословения. Над головою их покорной, мать с иконой чудотворной, Слезы вьет и говорит, бог вас детей наградит. Князь недолго собирался, на царевне обвенчался, Стали жить для пожевать и приклона почитать. Гости в путь, а князь Капитлан дома, Дома на сей раз остался, и с женой не расстался. Ветер веселый шумит, судно весело бежит, Мимо острого гуяна к царству славного салтана. Вот на берег вышли гости, царь салтан зовет их в гости, Откачив нас поварик и свадьевам и поварик и около царя сидят. Царь салтан гостей сажает за свой стол и вопрошает, Ой, гости, господа, ну тут ездили куда, А ладно, за морем никуда, и какое светит чудо. Коробечки в ответ, мы объехали весь свет, За морем житье никуда. А у князя женка есть, что не можно глаз отвесть, Днем пулет божий затмевает, ночью землю освещает, Месяц под косой блестит, а волну звезда горит. Князь Бенон тут город правит, всяк его усердно славит. Он прислал тебе поклон, да тебе пеняет он, К нам, где в гости, обещался, а доселе не собрался. Тут уж царь не утерпел, снарядить он плод велел. Снарядить он плод велел, Откачив нас поварик и свадьевам и поварик и... Что, я царь не китя? Говорит он еще, нынче ж нету. Тут он токнул, вышел в банк и дверью хлопнул. Под окном к визон сидит, молча на море глядит. Во, в лазори в Италии показались корабли. По равнинам океана летит плод царя салтана. Тут уж князь тогда вскочил, громоглазно возобил. Матушка моя родная, ты княгиня молодая, Посмотрите мы туда, едет батюшка сюда. В город он повел царя, ничего не говоря. И свекор свою ведет, князь видит и узнает. В нем сыграло ретевое, что я вижу, что такое, как. И в дух нем занялся, даже с ним сами обрелся. Обнимает он царицу, и сынка, и молодица. И садятся все на стол, и веселый кир пошел. Откачив нас поварик и свадьевам и поварик. Разбежались по углам, у-у-у, их нашли на силу-то. Тут во всем они признали, поминились, разглядались. Царь, да радость ли такой, отпустил всех трех, давай. День прошел, царя салтана, уложили спать в полк яна. Я добыл, мед, пиво пил, и усы лишь обмочил.